МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Анна. Ну, знаете, регионы давно ходатайствовали и выходили с предложением о том, что нужно увековечить не только заслуги воинов, ратные подвиги своих земляков, но и тот огромный труд, который был произведен в тылу, ибо без тыла нет фронта. Да, и это началось еще где-то в начале 2000-х годов. Но федеральная власть на то время, видимо, была не готова к этому, изучалась, и регионы стали принимать свои решения о присвоении регионального звания, которым бы увековечилась и память, и заслуги кировчан, допустим, которые честно и добросовестно трудились, иногда даже геройски трудились на своих предприятиях. И таким образом и наш город стал городом трудовой славы. В честь этого был даже назван сквер, установлен памятник в сквере, и развивается этот сквер трудовой славы. Такая же работа и в других регионах проводилась, и такие же звания были присвоены городам, свои местные. Влияние мнений регионов президент услышал, и буквально в конце прошлого года он вышел с инициативой о том, что нужно учредить звание и федеральное, которое бы в рамках страны отмечало труд, заслуги конкретных городов, кто внес наибольший вклад в дело победы. И 1 марта этого года им был подписан закон о городах трудовой доблести. И таким образом началась работа по реализации этого закона. Первыми городами, которые удостоились этого звания, были 20 городов. Радостно, что это во многом наши соседи, но это и неудивительно, потому что и наш Приволжский, и Урал, и Сибирь, это были как раз те города, которые на войну работали очень-очень сильно. Закон предусматривает порядок присвоения этого звания, и сбор подписей, и мнение горожан. И нужно было аргументированно на основе документов предъявить заключение Академии наук страны. Мы такое заключение, историческую справку подготовили. Был создан городской оргкомитет во главе с главой города. И буквально днями мы получили заключение Академии наук. Заключение положительное, и академики наши признали, что город Киров достоин звания город трудовой доблести. Таким образом, вот этот первый этап, серьезный этап, именно оценка академиков, она была сделана. Оценка научного сообщества. Да, научное сообщество, значит, высказалось за то, чтобы нашему городу присвоить это высокое звание. Учитывая то, что, ну, времени у нас немного, рассказать о том трудовом подвиге, который совершили наши горожане в годы Великой Отечественной войны, ну, не представляется возможным. Но, тем не менее, смею заметить, что мы на протяжении, наш фонд на протяжении четырех лет работал над многотомником город Ковавший Победу. И мы изучили много документов, встречались с участниками вот этого трудового нашего фронта. И, конечно, мы поддерживаем это начинание, что нужно обязательно за это звание бороться. И очень рады будем, если это звание будет присвоено. И мы первыми, наш фонд первым обратился к главе города с предложением начать работу по присвоению городу этого звания. А документы сейчас уже поданы или они подаются только после того, как будут собраны подписи? Нет, это последовательно. Вот сейчас заключение Академии есть. Оно есть. Да, нужно сейчас. Подписи соберутся. Затем будет решение Думы. Затем будет решение законодательного собрания Кировской области. И затем обращение губернатора с этими документами к президенту страны. То есть процесс длинный получается. Процесс длинный, но очень приятно и радостно, что это движение идет, и оно дает нам основание надеяться на то, что город-то получит. Он заслужил это звание, понимаете? Конечно. Это правда. Конечно же. И это, безусловно, дань и уважение к тому поколению, и дань памяти к тем, кто все это дело-делал. И это навсегда останется в истории нашего города. Город, мало того, что орденоносный, так еще и город с двумя званиями. Город трудовой славы и город трудовой доблести. И поэтому сейчас очень многое зависит от того, как активно поработают кировчане, как они поддержат это. А я считаю, что это просто долг каждого кировчанина. Они для нас все сделали. Наши родители, у кого-то это бабушки и дедушки, у кого-то прабабушки и прадедушки, да, уже. Люди, которые работали здесь, в тылу. Мы сейчас у Сергея Коврижных узнаем, а сколько подписей к этому моменту собрано вот сейчас. Ну вот, давайте я расскажу про всю процедуру и как это все было организовано. С 3 июня был организован сбор подписей в поддержку данной инициативы. Она происходит в двух форматах. Это в электронном и в физическом, то есть на бумажный носитель. Если мы говорим про бумажный носитель, то были организованы точки по сбору подписей в торговых центрах, таких как ЦУМ, Крым, Джиммол и другие компании, готовы были предоставить место по установке стоек по сбору подписей. Также были осуществлены взаимоотношения с предприятиями и компаниями, которые бы взяли на себя книги по сбору подписей на своей территории. То есть у нас есть закрытые предприятия, те же самые военные заводы, и на своей территории они организовали сбор подписей. То есть с ними был заключен договор и переданы книги. Второй формат сбора подписей это электронный. Был разработан сайт доблесть43.рф. Наш региональный сайт. Да, наш региональный сайт, на котором каждый житель города и области мог проголосовать, даже и сейчас должен проголосовать за это звание и поддержать. Минут пять максимум нужно, чтобы проголосовать на данном сайте. Также на этом сайте есть историческая справка, о которой говорил Николай Николаевич. Вот та самая, да, которая академия подготовила? Да, там есть фотографии, там есть различные хроники событий, которые были в городе. Также там есть актуальная информация новостная, которая происходит по сбору подписей. Сколько появляется подписей, кто проголосовал, какие-то значимые фигуры в нашем городе, то есть почетные граждане. Там вся эта информация предоставляется. То есть можно следить воочию. Также там написана общая цифра по сбору подписей, примерно сколько сейчас собрано. То есть есть книги, которые находятся в организациях, мы с ними созваниваемся и получаем от них информацию, сколько сейчас у них собрано. Но это не окончательная цифра. И добавляется к цифре электронной. На данный момент это примерно 29 тысяч человек проголосовало в общей сумме. То есть всего и онлайн, и оффлайн, и на предприятиях, и в торговых центрах. Да, но цифра не окончательная, потому что еще не все подсчитано. То есть мы собираем эти информации примерно раз в две недели. И сейчас мы уже говорим коллегам, что нам нужно отцифровать всю информацию в электронном виде. То есть все книги перевести в ручном режиме в электронный вид. И сравнить ее с электронной базой, чтобы люди не было одинаковых подписей, ну как бы фамилий, одних и тех же номеров телефонов. Чтобы оргкомитет победа, в который будет передаваться вся данная информация, засчитали каждую нашу подпись. Каждый голос, чтобы был засчитан. Каждый голос был услышан. Так, ну вот я как раз на сайте сейчас нахожусь. Действительно, форма довольно простая. То есть здесь не надо ничего указывать. Я, насколько помню, даже когда мы говорили про старт сбора подписей, можно было подписываться за Киров в город трудовой доблести не только кировчанам. Ну, например, люди, у которых вятские корни, да, и они живут где-то в другом регионе. Или просто они тут знают, да, насколько большой вклад жители нашего региона внесли в победу и тоже готовы поддержать. Они тоже могут это сделать, правильно? Да, все верно вы говорите. То есть любой житель, по идее, нашей страны может проголосовать. Но мы все равно стараемся не распространять на федеральный сайт, чтобы были, конечно же, местные, все наши люди, которые живут здесь, у которых предки были здесь. Наша цель в конечном итоге стремиться к 60 тысячам, к 70 тысячам человек. Да, коронавирус внес свои поправки. Все мероприятия, даже массовые, должны были устанавливаться со стойками. То есть волонтеры организованно собирали бы там подписи, поддержку. Но, к сожалению, сейчас мы надеемся выйти на 60 тысяч в конечном итоге. А так была бы цифра, конечно же, больше. Кто-то, вот, например, другие города, Ижеевск, Иваново, Нижний Новгород уже получили это звание. У них там примерно 100 тысяч у кого-то, у кого-то 40 тысяч. То есть наша планка 60 тысяч, можно сказать, амбициозная в данных условиях, но и достижимая. А есть дата какая-то конечная? К какому моменту должны быть собраны эти 60 тысяч подписей? Ну, чтобы просто вот кто сейчас еще не подписался, чтобы ускорились. Смотрите, в федеральном законе написано, что звание присваивается 1 мая. То есть в 2021 году президент своим указом назовет города, которым будет присвоено. То есть в ноябре, в декабре все еще можно будет проголосовать за данное звание, пока будут обрабатываться все те книги, которые мы получим за больших предприятий. Пока все переводится в электронный вид, пока еще оргкомитет работает. Пока сайт работает. Все еще можно. Конечно, на сайте вообще это не очень долго, и каждый человек может проголосовать. А что будет дальше с подписями? Ну, то есть вот я понимаю, оцифруют все, ноябрь, декабрь все еще ведется работа, а дальше это все собирается в единый какой-то документ. Гордума принимает, ЗАГС-сабрань, и все эти пакеты документов в электронном виде, в бумажном виде будут передаваться в оргкомитет Победа. И с течением времени до мая следующего года оргкомитет должен свои рекомендации дать. Хотел бы еще добавить, что я лично разговаривал с Виттером Петровичем Савиных, он является председателем Вятского землячества в Москве. Он нас поддержит обязательно, будет коллективная поддержка Вятского землячества. И такую же работу мы сейчас ведем с ленинградским, с санкт-петербургским... Землячеством нашим. ...вятским землячеством. Там тоже все наше, и тоже около тысячи человек. И у Виктора Петровича полторы тысячи земляков. И москвичи и ленинградцы за нас тоже. Да, 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 да. В нашем было много эвакуированных детей из блокадной ленинграды. 32 тысячи ленинградских детей, 231 учреждение, детские садики, детские дома, дома-интернаты были к нам эвакуированы. Представьте, 231, скажем, детский сад разместить в Кировской области. Сколько надо всего. Вот здесь гражданский, великий гражданский подвиг наших земляков. Да, об этом, кстати, говорят, часто забывают. То есть говорят о трудовом подвиге, да. Но вот об этом, о том, что регионы становились местом приюта, да, и приема тех семей, которые из пострадавших от войны регионов бежали, да, об этом забывают. А это ведь тоже очень важно. Да, до войны Киров было 140 тысяч. Значит, во время войны он стал 200, даже переваливал до 200 тысяч. Представьте, 80 тысяч разместить гостей к нам. И все лучшее отдавалось. По ТВК-госпитали отданы были все школы. Школы учили в сараях, в подсобных помещениях. А в госпитале... Бойцы лечились в зданиях школ. Да, в институт уехал в область, отдал военно-медицинской академии из Ленинграда в ту пору. И таких вот... То есть об этом-то в подвиге тоже нельзя забывать. Да, да, да. Нет, нет, это великий. И я тоже, вот, знаете, изучая очень это так досконально, я вижу, что вот, что трудовой подвиг, что гражданский подвиг, они соизмеримы и неотделимы. Потому что это одни и те же люди, сами не доедали, а 130 эшелонов на фронт собирали, в том числе и питание, и одежда. Сами, говорят, читаешь приказы по заводам, значит, в связи с тем, что участились в случае прихода на работу босиком, обязываю организовать изготовление деревянной обуви и в проходной выдавать. То есть сами ходили босиком, а эшелоны на фронт отправляли. Ну и для того, чтобы решение состоялось, я напоминаю, да, что кировчанам нужно зайти на сайт доблесть43.рф, оставить свою подпись. Либо сделать это очно, если вы работаете на том предприятии, где сбор подписей организован, еще все ведется, да. Либо есть возможность все-таки в торговых центрах оставить свою подпись, но там, я так понимаю, что графики везде свои. Это происходит по четным дням с 5 вечера, с 17.00 до 19.00. Это торговые центры у нас ЦУМ, Джемол, Крым, Микс, Гринхаус. В общем, крупные торговые центры в разных точках города, там стоит аншлаг специальный, то есть вы не пройдете мимо по четным дням, пожалуйста, заходите и подписывайтесь. Благодарю Николая Горяева, председателя общественной организации «Золотой фонд Вятки» и почетного гражданина города Кирова, Сергея Коврежных, депутата Кировской городской думы и координатора проекта по присвоению звания Кирову «Город трудовой доблести». И до свидания. До свидания.